Здравствуйте, уважаемые телезрители! Мы начинаем очередное заседание ученого совета, которое рассмотрит вопрос о очень важной проблеме, касающейся каждого и всех нас вместе. Это вопрос развития энергетики в Казахстане. Для участия в нашем ученом совете мы пригласили мистера Владимира Ефремовича, доктора технических наук, профессора, заместителя председателя Национального совета Республики Казахстан по энергетике, академика Международной энергетической академии. Кошумбаева Марата Булатовича, доктора технических наук, академика Международной академии информатизации, заместителя председателя управления АО Казнии энергетики имени академика Чокина. Мурзакулова Бахчана Куролбаевича, научного сотрудника ООО «Казни энергетики» имени Академии Качокина. Но прежде чем мы начнем обсуждение, давайте получим краткую информацию о состоянии энергетики в нашей стране, в которой будет рассказано в нашем сюжете. Романтичная мечта – та самая фотоморгана очень многих изобретателей, воображаемый вечный двигатель «Перпетуумобиле» давно признана утопией. А посему рассчитывать всем нам приходится только на вполне реальные источники энергии. Их не так много, и каждый из них далек от совершенства. Вот и бьются ученые над задачей создать чистую и безопасную энергию – энергию будущего. Традиционно в Казахстане используются три вида получения электричества – с помощью гидрогаза и теплостанций. Самый дешевый – последний, но и самый опасный для окружающей среды. Если продолжать использовать тот же твердое топливо таким же способом, как это мы делаем сейчас, то можно превратить землю в непригодную для проживания. Вместе с сжигаемым топливом мы выбрасываем в атмосферу тяжелые металлы, выбрасываем серу, которая превращается в кислотные дожди, выбрасываем в разивные частицы. То есть на многие десятки километров от места расположения угольной станции, угольной ТЭС, животные съедают вместе с травой свои зубы. Не говоря о том, что вредные вещества попадают в пищевую цепочку и в конце концов приходят к людям. Не все так радужно и с перспективой внедрения возобновляемых или альтернативных источников энергии, к числу которых относятся солнечная, ветровая, геотермальная, биотопливная. По расчетам специалистов себестоимость ветровой энергии минимум в 4 раза выше угольной, а солнечная энергия обойдется потребителю дороже обычной в 10 раз. Вот по этому посланию глава государства сказал, что развивая энергетику, надо быть достаточно прагматичными, не допускать никаких скачков и никакого авантюризма. Поэтому если вначале предполагалось, что возобновляемые источники энергии мы будем развивать очень бурно, планы были по зеленой экономике, утвержденной в этой концепции, к 2020 году, чтобы возобновляемые источники давали до 20%, к 2030 до 25%, а к 2050 до 50%, то я думаю, что реально к 2030 году более 10-15% электроэнергии от возобновляемых источников в Казахстане производиться не должно и не может. Большие надежды возлагают в Казахстане на атомную энергетику. Правительству страны уже поручено в первом квартале этого года определить место строительства и начать возводить первую отечественную атомную электростанцию. Однако у ученых есть сомнения в эффективности этого проекта. Когда говорят о том, что атомная станция дает энергию достаточно дешевую, то это половина правды. Да, строительство электростанции и стоимость установленной мощности на атомной электростанции всего лишь в 2-2,5 раза больше, чем строительство тепловой электростанции, например, угольной. Ну, раза в 3 дороже, чем газовая станция. И вроде как она выпускает достаточно дешевую электроэнергию. Ну, допустим, значительно дешевле, чем от солнечных батарей. Но не дешевле, чем от ветряков. И не дешевле, чем от газ, малых газ. Но никто не говорит о том, какие затраты надо понести для того, чтобы после окончания срока эксплуатации утилизировать эту атомную электростанцию. А эта стоимость в 2 раза больше, чем стоимость строительства. Ну, это был общий взгляд на состояние энергетики. Но, Владимир Ефремович, у вас есть что сказать по этому поводу. Традиционно сложилось так, что в Казахстане преимущественно развивалась теплоэнергетика и гидроэнергетика. Но в настоящее время этот баланс примерно такой же, как и был 20 лет назад. Порядка 90% выработки электрической энергии осуществляется сейчас на тепловых угольных, я подчеркиваю, станциях. У нас всего лишь одна такая мощная станция. Газомазутная – это Джамбульская грязь, остальные все угольные. И около 10% – это гидроэлектрические станции, ГЭС, иначе говоря. Но это было связано вообще с географией республики? Это было связано действительно и с географией республики. Во-первых, что мы обладаем уникальными запасами угля. Самые такие пессимистичные прогнозы все равно говорят, что в Казахстане угля хватит на 300-400 лет. А это еще не учитывая те месторождения, которые в эксплуатацию не введены, но они уже обнаружены нашими геологами в свое время были. И поэтому, естественно, в свое время делала ставка на те ресурсы, которые у нас в большом количестве. Правда, гидроэнергетика тоже первоначально очень бурно развивалась. Но поскольку у нас количество таких крупных рек ограничено, они сейчас все у нас уже перекрыты соответствующими ГЭСами. Вот это каскад Бухтар-Минских ГЭСов и так далее. И, конечно, сейчас основное внимание уделяется именно тепловым электростанциям, чтобы поддержать тот уровень необходимой производства электрической тепловой энергии, который бы обеспечивал дальнейшее развитие нашей страны и в основном базовых ее отраслей. Но следует еще и отметить то, что действительно угольная энергетика – это энергетика с большими выбросами вредных пылегазовых веществ. Это оксиды азота, серы, это летучая зола. Ведь не секрет, что наши угли, казахстанские энергетические, они высокозольные. Вот, например, Экибастузский бассейн – это наш основной энергетический уголь. На нем работает 80% тепловых электростанций. У него зольность доходит до 40-45% и большие, значит, выбросы именно летучих золок. Причем уголь очень дешевый. Это уголь Экибастузского месторождения. На борту разреза он стоит примерно 10 долларов за тонну. С учетом перевозки на тысячу километров, это примерно как до Алматы, он стоит 20 долларов. А вот природный газ тысячу кубометров стоит 200 долларов. Установленная мощность электростанции в Казахстане примерно 20,5 гигаватт. Это 20,5 тысяч мегаватт. Располагаемая мощность – 16,5 тысяч мегаватт. Вот 4 тысячи мегаватт – это мощность, которую мы потеряли. То есть это либо разукомплектованное оборудование в угоду того, чтобы, допустим, поддерживать соседние агрегаты в работоспособном состоянии, либо полное физическое, я уже не говорю о моральном износе. Мы производим, за 2013 год произвели 91 миллиард киловатт часов приблизительно. Пока мы обеспечиваем себя. Но оборудование это стареет и требует обновления, замены, потому что, во-первых, оно устарело. Во-вторых, понятно, что старое оборудование еще и на угольных технологиях, когда очистные сооружения очень старые, плохое улавливание золы, практически нет технологий по улавливанию вредных дымовых газов, таких как окислы серы, окислы азота. Понятно, что теплоэнергетика является одним из главных загрязнителей воздушного бассейна. Что можно делать и что делают на Западе? Ну, в первую очередь, это газовая генерация. Используют природный газ. Ну, сейчас, конечно, есть несколько концепций об увеличении доли газовых станций, выбросы от которых на порядке меньше. Также сейчас очень модная концепция зеленой энергетики. Это уже давно известно. Владимир Ефремович, мы констатировали тот факт, что Республика Казахстан богата запасами ископаемого топлива. И это определяет то, что мы сейчас пользуемся в основном углем. Доля угля, вот как говорит статистика, во внутреннем потреблении энергоресурсов составляет 67%. Нефть 21%, газ около 12%. И запасы угля как бы неисчерпаемые. Неисчерпаемые, да. Где-то я слышал цифру даже о 300 годах, когда мы можем просто топить все углем. Да, и хватит. Но ведь есть и другие аспекты, наверное, Марат Булатович, кроме того, что мы по-прежнему являемся как бы угледобывающей и углепользующейся страной. Дело в том, что Казахстан действительно обладает уникальной такой мощной базой угольной, нефтегазовой и урановой еще составляющей. Мы недавно провели прогнозное исследование, как развивать нашу энергетику с тем, чтобы сделать ее таким безопасным, экологически чистым. И в то же время, чтобы она была полностью, могла обеспечить энергообеспечение Казахстаном. И, значит, мы разделили три направления. Это первое, энергоэффективность, энергосбережение. Это мощное такое направление, которое, в принципе, уже во всем мире принято. И у нас тоже законодательная база к этому уже подведена. Это, в первую очередь, модернизация тепловых станций, о которых только что рассказал Владимир Ефремович. Потому что она составляет у нас как бы 82% в общем энергобалансе. Гидростанции не могут дальше развиваться, потому что у нас, к сожалению, уже реки мельчают. Забор воды внешних сторон тоже Китая, Узбекистан растет. И мы не можем сейчас даже обеспечить ту мощность, которая была задана при строительстве этих ГЭС. И третье направление. Мы, к сожалению, на сегодняшний день не имеем своей научной базы по атомным станциям. И вынуждены как бы ориентироваться на внешний рынок. Тем не менее, мы пришли к выводу, что нам так или иначе придется развивать фундаментальные исследования по атомной энергетике с тем, чтобы создать безопасные технологии, которые были бы очень необходимы для энергобеспечения Казахстана. Это первое направление, которое говорил о энергоэффективности и энергосбережения. Второе направление – это возобновляемые источники энергии. Дело в том, что президент Назарбаев в своей концепции «Казахстан-2050» прямо так и сказал, что к 50-му году мы должны вырабатывать электроэнергию, 50% из них, на возобновляемых источников энергии. И поэтому уже сейчас у нас идет огромными шагами исследование в этой области. Этому также способствует Экспо-2017, который также призывает нас, ученых, инженеров, бизнес и вообще говоря, весь Казахстан сплотиться вокруг этой очень большой идеи. И последнее направление – это безопасная энергетика. Я уже упомянул по атомной энергетике, но также здесь можно сказать и газовую энергетику, потому что у нас сейчас искусственные газы могут появиться, сланцевые, угольные, метан, например. И также мы можем говорить о водородной энергетике, которая является, в принципе, опасной на сегодняшний день, но она безопасной экологией. То есть при сжигании получается опять же вода и никаких выбросов нет. Казахстанцы прекрасно знают, что в нашей стране есть все, вся таблица Менделеева, неисчерпаемые заказы энергии. Но дело в том, что мы уже несколько раз обсуждали на заседании ученого совета проблему водных ресурсов. На самом деле происходит сокращение всего того, что Китай увеличивает забор, есть увеличение забора в центрально-азиатских государствах. Ну и вообще идет в целом такой вот экологический дисбаланс. Значит, мы не можем рассчитывать на энергостанции, расположенные в реках. Но тем не менее у нас есть уголь, неисчерпаемые запасы. У нас есть уран, у нас есть много чего другого. Но вот какие основные приоритеты все-таки? Получается, картина такая странная. Уголь нам нельзя развивать в силу того, что он экологически опасен. Космонавты, говорят, даже видят с орбиты, как с Экибастузской ГЭС идет шлейф чуть ли не по всей Сибири. Эти вот вопросы, затронутые сейчас вами, они лежат в основе работы Национального научного совета по энергетике. Вот в 2011 году по инициативе опять же президента нашего Назарбаева были определены приоритетные направления развития Республики Казахстан. Первый приоритет направления, оно энергетика называлось и называется. И вот там как раз вот созданы были по соответствии с законом о науке Национальные научные советы, которые бы вот эти вопросы, поставленные вами, решали на таком квалифицированном, очень высоком научном уровне. То есть обосновано с опорой на именно конкретные наши запасы топлив, условия географические и так далее, и так далее. И вот там, значит, вот в этом приоритет энергетика, основной приоритет направления, там четыре подприоритета определены, в которых как раз вот отражены ответы на ваши вопросы. Я их могу просто назвать, четыре эти, значит, по которым рекомендовано развивать не только научные исследования, но и практические работы в области развития энергетики Казахстана. Ну, по крайней мере, задача ставилась до 2030 года, когда закон о науке принимался. Таким образом, первый приоритет направления идет, это теплоэнергетика и электроэнергетика. Второе приоритетное направление идет атомная и водородная энергетика. Вот как Марат Булатович говорил. Третье приоритетное направление идет, это, значит, возобновляемые источники энергии. Это как раз солнечная энергетика, ветроэнергетика и гидроэнергетика. Хотя и есть определенные проблемы с наличием вообще водных ресурсов. Но там сейчас скорее речь идет об использовании мини-гидроэлектростанций. И четвертое направление приоритетное, это влияние энергетического сектора на окружающую среду. Это то, что волнует нас, простых людей, не только энергетиков. Они уже определены и утверждены, значит, 12 июля 2011 года премьер-министром Республики Казахстан. Но там, конечно, еще есть и различные подприоритеты. Например, если мы действительно говорим о большой доле пылеугольных электростанций в Казахстане, вот 82% называлась цифра, а с вводом Балхаш-КТЭЦ, который уже решение принято о строительстве, на озере Балхаш это крупнейшая угольная станция, с установленной мощностью будет она, значит, 1571 миллионов киловатт. Вот, значит, сейчас ставится задача, вот мы не можем мгновенно перейти ни к атомной энергетике, ни к возобновляемой энергетике, потому что сейчас доля возобновляемых источников энергии в Казахстане одна десятая процента всего. Мы ее только должны. Да, и задача в 2015 всего до тысячи одного процента. Мы не можем резко, энергетика это не революционная отрасль, мы должны эволюционно идти, но научно обоснованно. И сейчас ставится задача о действительно модернизации существующих электростанций, чтобы их на тот уровень современной эксплуатации вывести, чтобы они были и экономичны с энергетической точки зрения, и экологичны были с точки зрения населения, то есть выбросы снизить. Такие работы, конечно, ведется. В Китае 87%, вот я последний раз был, называли цифру в Министерстве энергетики Китая, 87% угольной энергетики. В Соединенных Штатах 60,5% угольной. Но в Соединенных Штатах, вот я был последний раз на станциях, у них очень чистые станции, угольные. Когда я первый раз зашел, вот это лет 10 назад, я думал, что это газовая станция, они белые внутри, там нет пыли, ничего. То есть надо нам стремиться вот к такому уровню эксплуатации. Ну, конечно, у нас проблемы еще, что у нас они, станции давно работают, амортизация там, станции уже порядка 60% тепловых. Поэтому вот первое направление, это модернизировать существующие, но при этом параллельно развивать и атомную энергетику, и возобновляемые источники, чтобы не было такого разрыва при переходе вот к таким инновационным сугубо, на энергетическом течении. Но тогда у меня возникает несколько вопросов. Мы говорим о необходимости развития атомной энергетики. Я думаю, что мы обсудим этот вопрос, возобновляемые источники тоже. Но давайте продолжим тему угля. Вот, например, Германия, одна из передовых стран мира, заметно возросло производство электроэнергии на станциях, которые используют каменный уголь. В 2013 году на таких тест было произведено 124 миллиарда киловатт-часов, что на 8 миллиардов больше, чем в 2012 году. То есть Германия избрала такой путь. У нас запасы угля неисчерпаемые. Мы почему, зачем нам тогда нужна атомная энергетика, допустим? Вообще говоря, когда есть ресурсы, энергетика должна соответствовать ресурсам. То есть это отражение ресурсной базы. Если же мы будем развивать только одно направление, это означает, что у нас нет диверсификации. То есть есть всегда риск, что мы можем где-то что-то у нас произойдет. Либо это экологические риски. Что может произойти в Казахстане, если у нас запасов на 300 лет? А вот экологические риски. Предположим, что весь мир скажет против вот таких выбросов и скажет, что все, надо переходить либо на атомную, к тому времени, предположим, атомная энергетика станет абсолютно безопасной, или перейдем на газ. И тогда мы не сможем перейти на мировые вот такие стандарты, о которых сейчас все время мы говорим, что мы полностью... Мурат Балатович, я вижу здесь противоречия известные в ваших словах, потому что я продолжу, допустим, приведу мнение по Германии. Эксперты объясняют такие показатели увеличения от каменного угля в Германии, используемого существенным улучшением технологий. Когда на атомных станциях, как говорит... А, вернее, на угольных станциях, как говорит Владимир Ильич, люди ходят в белых халатах, они кочегары, как у нас, в Америке и в Германии то же самое, да? Существенное улучшение технологий, что нам мешает улучшить технологию. И снизилась доля в Германии электростанции, которые используют природный газ на 10 миллиардов киловатт-часов, с 10 миллиардов киловатт-часов. Значит, как объясняют эксперты, это связано с тем, что производство электроэнергии на газовых ТЭС обходится дороже, чем на угольных. Да, да. Так же? Ну, зачем нам тогда раскидываться по разным направлениям, когда у нас есть уголь? Можно я тут небольшую ремарку? Я вот в Германии был по этому же вопросу. Я вообще теплоэнергетик, именно работаю по угольным электростанциям. Доля угольных станций в Германии 60%, это очень высокая. И вот они меня вызывали по вопросу как раз, как можно, значит, улучшить работу немецких угольных станций, потому что мы в свое время в Казахстане разработали технологию безмазутного воспламенения углей на тепловых электростанциях. Для угольных станций там еще требуется всегда для растопки котлов, стабилизации горения полиугольного факела, второй вид топлива. Вот, допустим, у нас это топочный мазут, жидкое топливо. Германия, она обладает сама углями, она много углей вывозит из ЮАР, вот они считают, что вот хорошие угли можно даже оттуда возить, сухогрузами, свои угли используют. Но у них нет жидкого топлива. Газ у них импортный из России. И растапливать котлы, значит, если они хотят долю угольную увеличивать, у них возникла проблема, где брать жидкое топливо для растопки котлов. И как раз вот они и хотят использовать нашу технологию, которая, значит, я уже говорил, в казни энергетики все время была еще создана, еще в советское время, ну, в самом конце Союза. Ну, а в чем суть этой технологии? А суть этой технологии простая, что мы, значит, вот эти все угольные станции можем перевести на один вид топлива, то есть на сам уголь. Значит, она вот почему плазменная называется, это используются плазматроны, ну, это такое вот, можно сказать, достаточно новое явление в мире, оно там 10-20, ну, 20 лет так вот, если взять поглубже. То есть это плазматроны, которые используют для воспламенения твердых топлив плазму. Ну, плазма, можно пояснить, это четвертое состояние вещества, есть у нас твердое, жидкое, газообразное. А плазма, это, если проще объяснить, это газ, нагретый до высоких температур, когда он начинает проводить электрический ток. То есть это, ну, газ, ну, воздух может быть, Но это чище, чем мазут. Это очень чистый продукт, вот эта плазма. И им мы можем заместить мазут. То есть мы можем растапливать тем же углем, на котором работает станция, но его воспламенять с помощью этой плазмы. Вот немцам это предложение понравилось, и сейчас мы создаем в Дюссельдорфе, вернее, немцы создают под нашу технологию стенд, чтобы испытать плазменное воспламенение тех немецких углей, за счет которых они собираются сейчас расширять долю своих угольных станций. Я вас поздравляю, но у нас есть вот такая вот налога? Да, используется в Казахстане. Я, наверное, дополню, вот как раз вы и сказали, почему в Германии все-таки начали возвращаться. Они не возвращались, в принципе, у них и были угольные станции. Дело в том, что они закрыли просто атомные станции и улучшили, так сказать, качество выдачи электроэнергии вот именно в угольных станциях. Но посмотрите, рядом Франция. У них, наоборот, 82% вырабатывается на атомных станциях, и они не сокращают. Почему? У них нет углей, во-первых. У них углей нет. Вообще нет углей. Поэтому они как раз зависят от базы. И каждая страна старается экономический целесообразность проявить. Поэтому, если в Германии какой-то уголь есть, естественно, у них будет угольная станция. Если у них урана нет, зачем им создавать урановые станции? У нас же есть практически весь диапазон, скажем так, базовых топлив, и мы можем воссоздать все практические направления энергетики и тем самым сделать независимую энергетику, в которой в случае даже каких-то корреляций, изменений мировых цен, мы могли бы всегда знать, что у нас безопасность есть. Как может мир воздействовать на нас? У нас, в нашей стране, находятся запасы угля, которые мы же используем, и мы же регулируем все это правительство. Вот, пожалуйста, Киотский протокол. Я еще расскажу. Его стоимость угля составляет треть стоимости природного газа в расчете на единичной энергии. Да, он дешевый у нас, очень дешевый. По сравнению с нефтью, примерно 1,8. Зачем нам переходить с дешевого, и если, дай бог, удаст бог, экологически лучших технологий, которые будут применяться, на более дорогое, допустим, газовое, или очень опасное, имеющее фобию в Казахстане, атомную энергетику? Вопрос понятен. Вот вы сказали, почему мы должны переходить на дорогую технологию. Вот представьте себе, 1 килограмм урана, да, заменяет практически 70 тысяч тонн угля. Это только вот такой уже, такая арифметика помогает сразу определить, как мы вообще реагируем на внешнюю среду. То есть добыча, в любом случае угля, это большой вред, сама добыча, очень большой вред экологии. Второй вопрос. Сейчас вот Киотский протокол обязывает нас снижать выбросы. Как сейчас под СО2, по углекислому газу, а скоро уже перейдут на выбросы золы и других отходов. Киотский протокол. Это международное соглашение, принятое в Киотто в декабре 1997 года. Цель Киотского протокола – уменьшить количество парниковых газов в атмосферу. Сейчас ТЭЦ-2 у нас в Алма-Ате. Говорит мне, чтобы соответствовать условиям Киотского протокола, я должен на два месяца закрывать ТЭЦ, чтобы не платить штрафы. И если вот посмотреть по всему Казахстану, где-то 320 миллиардов тенге штрафы только по выбросам этих углекислого газа по теплоэнергетике Казахстана. То есть уже сейчас есть уже ощутимый, так сказать, денежный вопрос для наших тепловых станций, если они не перейдут на более мягкие, скажем, технологии, которые не будут сейчас. Но вот, допустим, Австрия, Нидерланды, Польша, Испания запрещают строительство атомных электростанций. Германия тоже. Они переходят на уголь. Министр Иси Кешев на заседании правительства сказал, что в целом следует отметить, что имеющиеся производственные мощности угледобывающих предприятий в полной мере могут обеспечить электроэнергетическую отрасль, промышленные предприятия и коммунально-бытовой сектор Казахстана угольной продукции. Но вы, мне кажется, исходите из того, что вот мы как коптили углем, так и будем коптить, не применяя никаких средств защиты окружающей среды. Ведь мы не говорили о том, что угольная промышленность должна оставаться такой же грязной. И если Германия способна при помощи даже наших, вот сейчас Владимир Ефимович приводит пример, технологий, превратить эту энергетику... Улучшить экологические показатели, да. Что нам мешает? Я не могу понять. На одной из последних конференций по угольным технологиям, они ее традиционно раз в год обязательно собирают во Флориде, и там лозунг висит. Значит, уголь – это будущее топлива Америки. Вот буквально. The call is future fuel of America. То есть вот под таким лозунгом проходило... Вот можно сказать, почему американцы это делают. У них есть и уголь, у них есть и нефть, и газ, и сейчас сланцевая нефть, и сланцевый газ. Почему они все-таки уголь называют своим будущим топливом? Это два есть момента самых главных. Первое – это вопросы, вот Марат Булатович говорил, соблюдение энергетической безопасности. Ведь каждая страна, она энергетическую безопасность, должна обеспечить тем топливом, который у него в избытке, чтобы не зависеть в случае критических ситуаций от своих соседей, или от поставщиков, и так далее, и так далее. Это первое. Второе, вот мы знаем, что такие развитые страны, это Соединенные Штаты и Китай, они не подписали киотский протокол. Почему? Да потому что они не хотят вводить ограничения на развитие собственной промышленности. Они не подписали. Но я присутствую вот и в Китае на всех конференциях основных по углю или энергетике, в Америке, вот. Я вижу, что там наибольшее внимание среди других стран, которые подписали киотский протокол, в том числе и Казахстан, они уделяют внимание именно разработке экологически чистых технологий сжигания угля. Благодаря чему, вот я еще раз все-таки повторюсь, у них дыма даже не видно. Когда вот меня первый раз во Флориде повезли на станцию современную, там нету дыма над трубами. Я говорю, станция что остановлена, вы не будете... Ну мы же привыкли со своими станциями, что дым идет, и значит станция работает. Ну да, достаточно, если вы выйдете из нашей студии, мы увидим все станции, которые работают в лампе. Да, да, и вы знаете, они говорят, нет, она работает. Я говорю, а где дым? Оказалось, там дыма нет не потому, что она не работает, но потому, что она работает. Я просто могу в двух словах сказать, вот она, уголь сначала газифицирует, газ сжигает, но вот та минеральная часть или зола по-простому, которая у нас 40% в экибастузском угле, у них, конечно, угли низкозольные, там вообще в Америке запрещено сжигать угли с зольностью больше 9%. Но и тем не менее, даже эти 9, они используют. Они сразу там его выводят из цикла, его там сушат, готовят, и сразу отправляется оно там в дорожное покрытие наполнение, наполнитель бетонов там и так далее, и так далее. Это зола. То есть полный цикл, да? Полный цикл, у них ничего не выходит. Мы можем использовать новые технологии, которые в том числе производятся у нас. И вот если бы мы могли это использовать, тогда бы действительно можно и уголь сжигать еще 300 лет. За это время мы должны довести вот и атомную энергетику, возобновляемый до того уровня, который легко может быть применен в условиях Казахстана. Но в атомных электростанциях есть одна проблема. Общее мнение экспертов заключается в том, что на сегодняшний день в мире не решена проблема захоронения радиоактивных отходов. Если вы помните, то Казахстан предлагал захоронять ядерные отходы на своей территории, что вызвало всплеск, я думаю, справедливого, недовольства наших граждан. После атомных испытаний на территории Семипалатинска, после истории с Чернобылем и Фукусимой, я думаю, что это предложение вызвало бы недовольство реализации этого предложения. Но тем не менее, строительство атомных электростанций, Бахатшан Курлубович, как вы считаете, при таких запасах угля нужно нам строить атомные электростанции или нет? Вот ваше личное мнение как инженера, как ученого. Я считаю, что в связи с тем, что в Казахстане очень большие запасы урана, нам его просто необходимо использовать не только как сырьевая база Казахстана использует, а выпускать свою электроэнергию и также продавать его соседней страны. В самом Казахстане очень большой дефицит электроэнергии. Нам приходится его закупать в соседних республиках, в России посредственно. Также считаю, что необходимо развивать и альтернативную энергетику. Это солнечные, ветра. То есть вы не против того, чтобы мы развивали атомную электростанцию? Я считаю, что необходимо все-таки развивать. Но дело в том, что здесь есть один международный аспект, который мы не обсуждаем. Допустим, мы все время интегрируемся в какие-то там союзы, Центрально-Азиатский союз, Ибразийский союз. Но тем не менее, не хотим закупать электроэнергию в Кыргызстане, Таджикистане, а не совсем рядом с южными регионами, которые испытывают потребность в электроэнергии. Или, допустим, из России. Это какое-то противоречие между интеграцией и между экономикой. Вы не находите это? Зачем нам строить что-то, когда есть у соседей лишнее, что мы можем купить и сохранить экологическую ситуацию в стране нормальной? Или нам нужно строить атомную электростанцию, потому что все так делают? Не потому что все так делают, а потому что за этим будущее. В первом квартале правительству необходимо определить место строительства атомной электростанции. Поэтому вопрос о том, будем мы строить или нет, не стоит. Глава государства определена, что строить мы атомную электростанцию будем. Где мы ее будем строить? Три места определялось. Курчатов, Балхаш или Актау. Ну, наиболее подходящее место, я так полагаю, это город Курчатов в Восточно-Казахстанской области. При строительстве атомных электростанций мы должны четко представлять, что, во-первых, нужно постараться использовать наиболее передовую технику, то есть проверенные, надежные атомные реакторы, а не какие-то экспериментальные реакторы, которые не использовались в энергетике. И, безусловно, нужно ориентироваться на мировых производителей, чтобы эти реакторы были надежными, сверхнадежными, чтобы они были проверенными в эксплуатации, потому что авария на атомной электростанции приводит к очень серьезным последствиям. Для того, чтобы построить одну атомную станцию, это все равно, что запустить один спутник. Для этого необходима промышленность, образование, культура, экономика, технология, ну и еще много-много чего. Потому что весь огромный Советский Союз напрягался для того, чтобы запустить первый космический спутник. У нас нету таких ресурсов для строительства атомной станции. Но в первую очередь это ресурсов человеческих. Я просто скажу, что вот сейчас вот нету, Марат Булатович процитирую, нет научного потенциала для строительства атомных электростанций. Пять минут назад он сказал. Действительно, у нас сейчас много чего нету. Но это не означает, что мы должны теперь все закрыть и на этом остановиться. Мы должны развивать те направления, которые в будущем окажут действительно большое влияние на развитие той же самой энергетики. Поэтому мы говорим, что сейчас нужно проводить фундаментальные исследования по атомным технологиям, водородным технологиям. И Бахджан Крубач сказал, что имея сырье и продавать за копейки, это очень грех большой. И если мы даже имеем огромное количество того же угля, нефти, это самое простое его сжечь. А уже ведь известно, что тот же Менделеев, все наши старые академики, которые когда-то были, они говорили, что из него можно сделать большие перспективные товары, которые останутся на века. Поэтому, например, в том же Западе, прежде чем добывать уголь, прежде добывают метан из него. А у нас этого нету. То есть законодательно вопрос так не стоит. Таким образом, мы теряем метан, когда идет добыча угля, из него выходит метан и уходит в атмосферу. А иногда метан там больше, чем самого угля. Представляете, какая ситуация? Поэтому очень много есть, много вещей, которых мы, к сожалению, сегодня не можем охватить, конечно, в рамках данной передачи. Но мы хотим сказать, что, как бы то ни было, наша наука ориентирована на развитие нашей энергетики. Это первое. Второе. Мы будем так или иначе развивать те направления, которые имеют мировые тренды. В том числе, это ядерные технологии, это водородные технологии, угольные технологии, сланцевые, метановые и так дальше. Мы сейчас хотим сделать что? Что через какое-то время у нас будет большая потребность именно в научных каких-то технологиях. То есть наука тоже не может стоять на месте. Те 20 лет, которые, к сожалению, не развивались, научный такой подход в развитии энергетики сказываются на сегодняшний день. Чтобы проанализировать основные тенденции и тренды в мировой энергетике и определить перспективу для развития отечественной, казахстанские ученые недавно собрались в Алматы на форум под названием «Синергия», объединяя науку, бизнес и общество. По мнению исследователей, в сфере энергетики Казахстану никак не обойтись простым трансфером технологий. Даже самые эффективные на Западе методы получения энергии нуждаются в существенной доработке в связи со спецификой нашего региона. Обойтись только трансфертом технологий, по-видимому, не удастся, потому что для того, чтобы воспринять этот трансфер, правильно определиться, в какой его объеме принимать, необходимо, чтобы проводились самостоятельные, достаточно серьезные исследования. Надо сказать, что вообще наука достаточно дорогостоящие мероприятия, в энергетике тем более. То есть это достаточно ресурсоемкое. И пландумать или предполагать, что небольшими какими-то финансовыми вливаниями в научную деятельность энергетиков можно очень быстро восстановить утраченный потенциал, восстановить школы, восстановить научную базу. Это вряд ли удастся. Однако в последнее время финансирование научных проектов в сфере энергетики было увеличено в несколько раз. Например, только один Алматинский университет энергетики и связи получил 15 грантов на проведение научных исследований. Один из этих проектов – использование низкопотенциальной энергии Земли. Сейчас здесь уже создали действующий экспериментальный прототип этой установки и готовятся запустить пилотный проект. Идея этой установки – это гибридная система, которая совмещает использование и возобновляемой энергии, и традиционного производства энергии. Комбинация же традиционных и нетрадиционных источников энергии и использование специального оборудования в этих целях позволила бы и обеспечить высокую надежность энергоснабжения, и в то же время позволила бы привлекать и вовлекать возобновляемую энергию в структуре, в составе и в объемах, ну, скажем так, экономически обоснованных. Еще одно перспективное направление – повышение энергоэффективности существующих ТЭЦ, уверены ученые. Сейчас на них КПД от сжигаемого топлива составляет всего около 30%. Однако в мире существуют технологии, которые могут увеличить этот показатель как минимум вдвое. Это тепловые трансформаторы и низкотемпературные тепловые установки, так называемый органический цикл Ренкина. По мнению экспертов, внедрение этих технологий даст положительный эффект не только в экономику, но и в экологию нашей страны. Мы вот почему не можем сжигать уголь без вот этих выбросов? Потому что наши технологии устарели. Их сразу заменить невозможно. Это вот революционный путь. Но тогда получается такая странная вообще ситуация. Мы неэффективно используем имеющиеся ресурсы угля, метана и того, что у нас находится под ногами, и то, что имеет неисчерпаемые ресурсы. Вы предлагаете создавать нечто новое, что будет неэффективно использоваться, допустим, в атомные электростанции. А вот я хотел бы добавить еще. Вот мы сейчас ведем разговор только о традиционной энергетике. А я считаю, необходимо еще как бы альтернативную энергетику развивать. Не только вот большие гидростанции, ветростанции. У нас как бы большая территория в Казахстане, как бы не освоенная. Но тогда вопрос такой. Вот в Казахстане 180 тысяч крестьянских хозяйств. 90% из них не имеют доступа к электроснабжению. Да, вот именно это очень большая проблема. А вот какие? Я считаю, нужно развивать не только вот большие ветростанции, гидросолнечные станции. И также можно малую энергетику. Ну, малые гибридные источники, скажем так. Бесплатинные, например, гидротурбины. У нас как бы в Казахстане очень много малых рек. Их больше тысячи, наверное. И также у нас очень большие запасы по ветру. У нас средняя скорость ветра по Казахстану где-то 5 метров в секунду. Это очень хороший показатель. Ветра и солнца в Казахстане не просто много, а очень много. У нас есть такие территории с таким мощным ветропотенциалом и солнечным потенциалом, что могут позавидовать другие. Но, например, от ветростанции тариф электроэнергии примерно в 3-4 раза больше, чем от тепловой электростанции. А от солнечной станции в 10 раз дороже. Если сейчас мы производим примерно около полпроцента этой энергии, причем это в основном малый газ, и то мы ее мешаем со всей остальной энергией, и население не замечает какого-то удорожания. Но если эта доля будет составлять где-то 10%, это сильно скажется на тарифе. Что касается возобновляемых и нетрадиционных источников энергии, значит, пока можно совершенно твердо сказать, что они нерентабельны. Если, но это вовсе не означает, что надо отказаться от развития этого направления. Вопрос, каким путем идти к увеличению доли выработки энергии на основе возобновляемых источников энергии. Если двигаться в этом направлении путем приобретения уже устаревающих или устаревших зарубежных технологий и приобретать отработавшие большую часть своего ресурса оборудования за рубежом только с целью, чтобы получить весьма дорогостоящую энергию с помощью возобновляемых источников, это, скорее всего, неправильный путь. Если же развивать это направление в части создания собственных технологий, развития машиностроительной базы, то есть создавая рабочие места не за рубежом, а в Казахстане, тогда даже высокая стоимость этой энергии рано или поздно окупится. Она окупится косвенно за счет развития. Развитие этих технологий будет являться толчком или импульсом для технического и научного прогресса. Я приведу маленькие цифры. Максимальное потребление электроэнергии в Казахстане было отмечено в 1990 году, 104,7 миллиарда киловатт в час. Затем оно начинает падать до 50,7 миллиарда в 1999 году, и потом начинает расти примерно по 5% в год. Производство электроэнергии в 1991 году было 85,9 миллиона киловатт в час. В 2011 году 86,5 миллиона киловатт в час. То есть потребление практически и производство не изменилось. Получается такая ситуация. Мы производим ровно столько, сколько потребляем. За исключением отдельных регионов, которым легче импортировать, допустим, из России, Кыргызстана и других государств. А зачем тогда все это? На самом деле наше производство очень энергоемкое. Из-за этого конкурентоспособность экономики слабая. То есть что ни производить, все равно себестоимость высокая. Это первое. Второе. К сожалению, после развала Советского Союза, наши все предприятия, многие закрылись. И из-за этого потребление упало. Но сейчас потребление растет не за счет промышленности, а за счет, скажем так, сырьевых направлений. Это нефтегазы добычи основном. Это месторождение, которое добывается, металлы и все такое. Но что я хотел сказать. Здесь на самом деле потребление еще растет не потому, что у нас растут города. В основном это Астана, Алмата и крупный Чимкент. Сейчас вот Актюбинс тоже президент указал, что они будут как действующие наши моногорода. Но насколько мы теперь знаем, что потребление электроэнергии в той же глубинке сельскохозяйственной составляет почти всего лишь 5% от всего энергобаланса. Представляете? Из-за этого сельское хозяйство почти 50% продукции теряет. Почему? Потому что нет машиностроения или там что-то такое, которое бы хранило, перерабатывало и вот это все собранное урожай. Это большая проблема нашей сельского хозяйства Казахстана. Второй вопрос. У нас не хватает электроэнергии вот иногда даже в городах. Вот вы, наверное, знаете, что иногда отключают. Тот же Ускаменогор, Семипалатинск. Почему? Потому что на самом деле есть такие большие потребления суточные. И вот эти наши мощности не обеспечивают это. Вот такие проблемы, они кажутся, что вроде как бы нивелируются по средним. Но есть вот такие всплески суточные, которые мы не можем на сегодняшний день перекрывать. И вынуждены приобретать эту электроэнергию за настоящие деньги у тех же россиян, у тех же... Но ведь вопрос решается двумя способами. Дополнительным строительством станций или модернизацией жилищно-коммунального хозяйства, станций, теплостанций и так далее. Вот мы говорим, давайте построим тот же Балхашскую ТЭЦ. А из-за того, что технологии, которые корейцы хотели нам, южнокорейцы хотели поставить, она была рассчитана на уголь более чистый, чем наш экибастузский. Они даже не знали, что у нас почти 50% там золы, минеральных добавок. Из-за этого сейчас идет переадаптация вот этой технологии западной, ну скажем, южнокорейской, на реальность казахстанскую. То есть, почему раньше наша наука полностью сопровождала нашу энергетику? Да потому что каждая местность была своеобразная. И чтобы адаптировать эту технологию на местность, нужно было провести какие-то исследования, провести модель какие-то, привести, наконец, те результаты, которые приведут к оптимизации. Наука сейчас как-то не очень эффективно используется, да, для развития электроэнергетики? Ну, как вы знаете, да, вот почему последнее послание президента было так и сказано, что надо строить наукоемкую экономику. И в первую очередь надо увеличить финансирование науки. Вот это его был посыл. Почему? Потому что последние 20 лет, которые после развала Советского Союза к науке, к нам относились немножко как, скажем так, вторичной непонятной отрасли. Хотя все прекрасно знают, что новые технологии зря не появляются. И они, нельзя их купить, новые технологии, потому что и как раз создают для того, чтобы создать сверхдоход. И, естественно, мы как раз не сумели, вот почему вы говорите, почему наши, мы вынуждены вот такими старыми технологиями оперировать. Ну, я думаю, что правительство считало, что собственная наука не нужна в определенной мере, потому что можно все купить на Западе, и технология все производства. Но, тем не менее, я должен вам сказать о том, что существует достаточно много проблем в этой сфере, и мы будем еще неоднократно возвращаться к ней, потому что перед нами на самом деле ставятся несколько больших крупных задач. Это строится производство атомной электроэнергетики, возобновляемые источники энергии, традиционные источники энергии. Но дело не двигается, как мы видим сейчас, потому что не используется богатый потенциал казахстанских ученых, или которые даже способны хотя бы адаптировать западные технологии под нас. Но я думаю, что мы еще неоднократно будем возвращаться к этой проблеме, потому что она волнует каждого казахстанца, потому что свет в доме, это означает решение многих материальных, физических проблем, это коммуникация с миром и многое другое. Поэтому я благодарю вас за первый разговор и приглашаю вас на следующее заседание нашего ученого совета. Спасибо большое за внимание. До свидания, дорогие друзья. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok